Бабушки и дедушки онлайн. Национальная социальная программа успешно действует и в Старомосколе. Пожилые оскольчане активно осваивают интернет. Тему очередного занятия «Безопасность в интернете» им раскрыли кибердружинники. Так, где есть? Да. Точка. Точка. Пробил, да? Нет. Просто ру-ру-ру. 63 года сесть снова за парту. Людмила Лещенко решила освоить компьютер и пошла на курсы. Как-то долго не решалась. Вообще, была долгое время противница. Мне легче писать письма и всё. А тут у меня сын стал ездить в заграничной командировке далеко. И общаться с ним можно только по скайпу. Я ещё мало что умею. Ну, уже умею печатать, зайти, найти поисковую такую что-то там. Уроки раз в неделю. За каждой бабушкой закреплён помощник из числа школьников. Ребята с удовольствием помогают своим подопечным. В целом, конечно, получается. У меня бабушка научила пользоваться компьютером сам лично. Она до этого не умела вообще ничего. И она теперь ищет рецепты по году, смотрит телепрограммы. Бабушки уже обзавелись электронками. Зарегистрировались на сайте госуслуг и осваивают Word. А темой следующего урока будут электронные платежи. С интернета многое можно делать значительно быстрее. Но мировая паутина – это и большая опасность. Особенно для пожилых пользователей. Ребята из кибердружины пришли на одно из занятий, чтобы познакомить бабушек с основными правилами безопасности в сети. Я могу, мне нравится это делать. Я вижу, что они горят желанием что-то изучать. Им постоянно что-то хочется новое узнать. Тем более в интернете. Они хотят общаться. Я вижу их рвение, их желание. Если ещё раз позовут, я, безусловно, приду. Кибердружина появилась во Сколе полгода назад. Задача ребят – сделать интернет безопасным. Пресекать распространение детской порнографии, пропаганды наркотиков, национальной вражды, терроризма и самоубийств. Кибердружинники регулярно прочесывают местные сайты и интернет-странички старооскольцев в соцсетях. Также одна из задач организации – повышение компьютерной грамотности населения. Это был первый визит студентов к бабушкам. И точно не последний.